здравствуйте мои дорогие сегодня я хочу показать думала думала делать не делать показывать не показывать а ладно чем не обращать на кого-то потому что все что у меня связано с рыбой там я как я разделываю щуку там двумя способами там столько негатива пишут столько негатива вообще там ну и не экономично и нерационально и один молодой человек не знаю молодой человек но мне кажется это или ребенок писал или человек далекого склада ума писал если бы у меня была такая жена я пою на второй день не на второй день ну там пи 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 бежала по на у меня там туда я еще в каком-то видео говорила что ну не верю что у этого молодого человека может быть жена потому что ну таких людей навряд ли потому что ну да плохая я хозяйка ну и чё и ничего вот но дело не об этом в общем решила показать как я делаю уху с стерлядью очень мне нравится единственную уху которую я делаю которую мы кушаем муж у меня не ловит стерлядь это меня угостили потому что стерлядь по-моему ее ловят только сетями или чё а муж мой категорически против сетей все что он ловит только удочками или спиннингом ну как то вот так и сыновья также вот ну дело не в этом хочу сказать то что режешь сейчас появляюсь реже мои видео потому что ну памяти вот дача сейчас основное потом консервирование те девочки которые просили чтобы заправку к борщу показать я покажу несмотря на то что я выложила рассольник там тоже негативные такие что вот 21 век почему можно же просто заморозить морковь да там чё и свежий приготовить рассольник можно делайте я не против я показываю как я варю как я готовлю рассольника я делаю а вы можете прям вот не знаю там где там в турции зимой морковка растет или что свежую слетают взять привести и все без проблем я просто показываю как я делаю а вы уже как вы хотите и заправку на борщ я тоже покажу хотя ну примерно такие же наверное будут там отзывы что 21 века в магазине все продается все свежее зачем не понимаете закрутки я тоже много чего в этой жизни не понимаю ну если это есть то значит оно должно быть вот но это такие вот небольшие отступления что-то еще хотела сказать там по поводу редко говорю появляюсь сейчас видео потому что говорю вот сегодня приехала сдачи и муж приехал с рыбалки ну конечно же щеки опять вот так вот ну понимаете что пока миссия разделаешь пока месте тут еще огурцы привезла с дачи вот с огурцами нужно консервацию сделать и это ну и кушать никто не отменял вот хочу приготовить уху вот потому что как внуха нам нравится ну что приступаем покажу так мы предварительно покажу нам нужно картошечка помидорка лучок морковка естественно стерлядочка я ее уже приготовил все не стала показать как я ее разделываю там не хочу смущать а то опять скажет там это а так вот все знать что я ее ем прям с кишками вот так что супчик такой получается знаете как куриный желтенький такой ням 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 так но для начала значит я включу ой кладем сюда я всегда кладу морковочку маленькую взяла вот две части луковицу целую я бросаю так лаврового листика несколько штук это для первой варки как бы для бульона вот бульон у меня в маленькой кастрюле ой так душистый перчик вот так несколько хорошим потом черного перца что я все не открыла это так для первой варки что бульон был такой прозрачненький не прозрачненький так и все сейчас забрасываю я из одной рыбки делаю вот вот она моя красавица видите какие у нее усы мама не горюй так и хвостик брошу вот так что пусть теперь она закипит и полчаса это минут 20-30 покипит хочется мне вспомнить такую сейчас вспомню своих подружек олесик лорик вы должны это помнить привет мои дорогие вам привет придаю скучаю по вас очень очень вспомните как мы варили уху из головы щук два дня конечно дальше рассказывать ничего не буду почему и как преследовала эту историю сейчас у нас это как анекдот так что олесик лорик это не забывается так ну теперь ждем пока без 20-30 минут прокипит доведем до кипения закипит и дальше забыла сказать что посолить нужно еще водичку так ну дальше так вот она прокипела теперь сейчас мы уберем что-то все полностью я в отдельную тарелочку и лук и все потому что я сейчас еще процежу вот через такую в этом бульончик чтобы он был прозрачный без всякие шелухи и без этих перчиков так вот процедила теперь бросаем сюда мы любим морковочку но это я говорю как мы как я делаю можете без морковки и главное сейчас картошечку нужно подождать пока есть картошечка приготовиться мы посолили там перец был а потом когда будем кушать нужно перчик добавлять но это потом сейчас главное в кипящую ну вот горячую воду добавляем картошечка чтобы она сварилась вот и потом смотрим дальше так вот уже картошечка готова теперь кладем рыбку стерлядочку вот сейчас мы тоже прокипит минут десять и смотрим дальше так ну вот за минут пять семь десять до окончания варки мы кладем я не большая была помидорина я ее на две части сделаю еще одну добавлю можно не ложить помидор кто как хочет мне просто нравится помидоры с помидорами но сейчас она прокипит и выключим и покажу покажу что получится вот еще бросила лавровый листик за 35 минут до окончания горошина и перчика вот еще хочу сказать пару бла 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 в процессе того когда я там что-нибудь готовлю глажу там что-нибудь делаю я смотрю своих любимых блогеров и сейчас вот смотрю одну из там она с девочкой это в общем лайфхаки говорит там про овощи фрукты все такое прекрасно рассказывают все ну нет же нужно когда кому-то доколебаться куча там комментариев даже не по делу нет чтобы сказать вот так вот не надо делать вот так не надо делать вот так вот это не то это не все у них все четко все хорошо все и подписчика у нее там вообще ну потому что она и готовит прекрасность я просто хочу называть и не знаю понравится это или не понравится но факт то что нет слова такого там вложить нет слова там такого вот это интересно познавательно ваше видео но вот вы неправильно говорите вот вы люди да будьте добрее господи ну человек вам говорит он делится опытом то что он знает но не можем мы все быть дикторами тем более мы все ну большинство людей которые там например я про себя говорю там жила в крыму потом переехала в белоруссию сейчас в россию у нас смесь языков знаете вот для кого-то будет смешно тоже вчера говорили это почему а тоже одной блогеры там почему вы на маму называете мать она вам что не родная там ну может у них вот вот в деревне в это именно говорят мать потому что когда я жила белоруссии как ни странно да там на маму все говорят там матка вот для кого-то это будет матка да а там так принято там встречаешься с подругой там разговариваешь там ты где была на выходные ездила к матке вот вот так у них говорят понимаете и это нельзя а тем более они с украины они нет не чисто русские понимаете нельзя придираться вот так нельзя ну сделали вы замечание у каждого есть у блогера кто-то оставляет там я в одноклассниках я в это напишите в личку человек конечно будет стараться я тоже как бы мне пишутся такое я стараюсь стараюсь там ну не всегда получается поэтому ну люди ну будьте добрее я конечно к своим доброжелателям так который камер доброжелатели спите спокойно ни за что не переживайте когда я хожу в церковь я молюсь за вас чтобы господь бог побольше разума дал ну и вам и мне одинаково так что спите спокойно господь бог с вами ну просто давайте будем просто добрее тут как-то вот лишь бы только кого-то я понимаю у кого-то плохое настроение кто-то там кому-то не нравлюсь да ну не нравлюсь не смотрите селки-палки чем дело я тоже не всех смотрю я например смотрю только тех которые мне нравятся которые мне близки по духу да там у которых я могу чему-то поучиться никогда в жизни не смотрю там ой он так сказал он так сделал все посмотрел если мне это понравилось я так делаю посмотрела не понравилось да мама не горюй зачем я так буду делать так что мои дорогие третье просто будем добрее и это ну про эту девочку мне вообще стало вот не знаю готовит она вообще шикарно у нее там что не блюдо то шедевр да про эти лайфхаки эти вообще там все такое поделась к ну сказал человек вот такое там положить или там что начали писать ложат только то там ложат это господи господи ну ладно сейчас в конце покажу что получилось с моей ухи извините если что не так так что ну вот мои дорогие смотрите какой получился супчик ням 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 вообще желтенький красивенький когда будем кушать еще свежую зелень я кладу в прям в тарелку укропчика и лука ну что мои дорогие приятного аппетита если понравилось таки пальчики вверх кому не понравилось и извините всем пока пока подписывайтесь на мою группу вконтакте волшебный пендель от элочки я есть контакте есть в одноклассникам пока